Приветствую вас, и смотрите, какая получается ситуация. Вы хотите, чтобы ваш мужчина проявлял к вам больше чувств, больше искренности, был больше с вами, но у него есть четкий распорядок дня, у него есть достаточно много забот, которые он должен выполнять, обязанности, за которые он отвечает и так далее. Я, наверное, здесь встану на вашу сторону и скажу о том, что если вы нуждаетесь в большем количестве внимания, если вы нуждаетесь в другом отношении, то вы имеете на это, в принципе, полное право. И главное, чтобы вы не ограничивали мужчину в том, что он делает, чтобы вы не просили его ради вас заниматься меньше, скажем, тренировками, меньше работы и так далее. но вы имеете право полное просить от него больше внимательно, настолько, насколько он может вам его дать. И если мужчина не хочет, то возникает вопрос, что это за отношения тогда? Два дня в неделю, плюс, по сути, ну, вы не можете провести ночь вместе, можете нормально провести время и так далее. Отношения это, мягко говоря, странные. Тогда возникает следующий вопрос. Кто-то из вас поспешил с этими отношениями? Ведь мужчина никак не завоевывает вас, никак не стремится быть с вами и так далее. И это все наводит на мысль о том, что он либо считает, что вы никуда с него не денетесь уже, то есть в своем сознании он уже построил такую картину, которую вы боитесь, что вы с него привязались и что вы никуда не денетесь. Либо он убежден в следующем. Если вы его бросите, а уйдете от него, то значит, вы не особо его любите. По его мнению, женщина должна мужчина ждать, должна его ожидать, а он вот найдет время, окажет так минимально, приведет время. Не найдет время, ну, значит, не будет ничего. И вам нужно поставить себе такое, и вам нужно спросить себя, вы готовы к такому вот отношению, к такому обращению? Если нет, то скажите мужчине примерно следующее. Дорогой, я тебя очень люблю. Ну или симпатия, ты меня очень нравишься. Я хочу быть с тобой. Я хочу проводить с тобой время. Я хочу чувствовать, что мы с тобой пара. А я этого не ощущаю. Я понимаю, у тебя есть свое влечение. Это все хорошо. Но мне нужно немножечко больше. Чтобы ты приводил со мной больше времени. Чтобы мы могли привести на лучшее место. Чтобы мы могли реально ощутить, что мы друг у друга есть. Нужно это сказать мягко, спокойно, но так, чтобы мужчина понял. И если он захочет, он найдет время для того, чтобы с вами быть. А если нет, то вам нужно дать ему понять, что святое место пусто не бывает. То если он не оказывает вам достаточного внимания, не проводит с вами достаточного времени, то рано или поздно найдется кто-то, кто будет это делать. И если вы будете чувствовать себя не постоянно ожидающей своего мужчину женщиной, а женщиной востребованной, желанной, той, которая на первом месте и так далее. И это достойный метод для женщины, а не то, которое мужчина вам отвел. Потому что, конечно, он по-своему прав. В том плане, что его дела нужно делать. Но простите, если мужчина выбирает между возможностью провести ночь с своей девушкой, и постирать, готовить и убирать, мне кажется, все более чем очевидно. Он не заинтересован вас. Потому что готовить, постирать и убрать можно за два, за три часа. Можно в комбиганцев вообще не ложиться спать. Для молодого человека в этом нет ничего плохого. Но он этого не делает, он не готов к таким жертвам. Значит, вас не заинтересован. Значит, он с вами постольку, поскольку ему удобно. И эти отношения вам хорошего, к сожалению, ничего не принесут. И уж точно не сделают вас счастливыми. Вы так и будете, скорее всего, его постоянно ожидать. И если вы этого не хотите, то необходимо четко о своих желаниях заявить. И намекнуть на то, что терпеть такое отношение, когда вы постоянно на втором месте, вы не будете. Вы имеете полное право на свой личный комфорт. Вы имеете право получать отношения и то, чего хотите именно вы. А не то, что дает вам мужчину мужчину. На этом все. Надеюсь, вам понравился мой ответ. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучше. Будем благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго. До свидания.